Матфея, 17 глава, 2-й стих. И преобразился пред ними, и просеял лицо его, как солнце, а одежды же его сделали с белыми, как снег. Вот сейчас считали апостольское чтение, титра. О преображении больше ни один апостол не упоминает. И то, что считалось, вот если бы это, что Петр сказал, сегодня разъяснили, в церкви наступило бы преображение. Ведь о Христе свидетельствует на земле три, Иоанн говорит. Три свидетельства, что кровь, вода и дух. Где кровь? Где вода? Вода при крещении, когда Христос крестился, и с неба был глаз Тея есть Сына и Возлюбленная. Это утверждение авторитета, чтобы Ему поверили, что Он и Отец одно. Что не Сам пришел, а Его послал Отец Бога и Его. Вот один свидетель есть событие, названное свидетелем. При Христе, ну, перед Христе ярко погасло солнце, и перед тем, как идти на крест к Христу, какие были события. Кровь. При крови тоже было свидетельством, что Христос в воде на всю небесную. Погасло солнце, разобралась завеса в храме, мертвы у нас крестных. Стало свидетельствует. А третий где? А третий вот, когда Христос в духе был покажен. В духовом. И дальше. Петр, когда говорит о перелепции, Павел принесся в глаз. На преображение никакого внимания не обращается. А вы что сейчас поете? Яко же Можаку, Христос на Святой Горе, а в словах Бога Отца и Бога вообще ни одного слова приступения нет. Это монахи заставили. Они забивились там. Вот они, трекущий Бог от них разрешил, они построили эти монахи, кущи-то. И вот они думали, три кущи Моисея одну, один балаган сделали, надо второй делать, или нет. Но один Христу. Конечно, Христу надо побольше, он начальник. У них положение-то было незавидно. А их трое там было. А где вы будете от дождя спасать? Видимо, каждый думал, кто ближе, один у Христа будет прислугой. Дальше-то рассуждения какие-то у них были. Не на один же день шалашка. Если мы куда-то поехали на рыбалку, ну мы там через полчаса обратно поедем на завтрак, ну зачем мы будем там шалашка делать? Они же не палатку раскинули, а разборную. Это делать надо было. Рубить надо было следи, поперечины, строгу надо было, с тобой ничего нет. А мы сделаем. Лишь бы только к людям, к этим кокаянам не идти. Это же монастырь в готовом виде. И они там будут прислуживать, послушниками будут. И когда Петр говорит о славе Христа, почему это сейчас читалось? А он говорит, впрочем, мы имеем вернейшее право, шесткое слово. Впрочем, то есть, что, что я говорю, это даже на первом месте. Что тебе надо, когда имеем право, шесткое слово? Смотрите, в самом уже послании-то заложено было, что обратить внимание на слова надо было. Его слушайте. Ни в одном тестопене этого нет. Поэтому не слушают. У нас должна быть ревизия в самом богослужении. Притом кардинальное, капитальное изменение. Преображение должно быть в самом богослужении. В другое русло надо направить сегодняшний праздник. Апостол Павел говорит, впрочем, что означает? Допустим, отец наказывает сыну что-то, ты должен, потому что я старше тебя. Да, впрочем, чего тебе объясняют? Это сын мой. Впрочем, означает все остальные дологи, менее. И здесь он говорит, впрочем, вы имеете вернейшее параллельское слово. Вы имеете его. А сегодня эти слова нельзя сказать Петру было. Впрочем, у вас ничего в руках-то и нету. Ну, хоть смотрите на эту вору преображения. А дальше говорит, а если имеете, то вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь. Вы слышали, что сейчас эти слова считали? А если их нету, то и обращаться нехудно. У нас все вывернуто. У нас все это одежда. А святые видели, как Иоанн Крайнштадтский стоят, монахи черные, черные, обзарелые головешки. Как Георгий Богослов, как Галки, сороками называли. Стрекочек только говорит. А тут не можно. Одна стрекотня в словах идет. Сегодняшний смысл всего праздника заключается в авторитете Христа. При крещении авторитет Христа утверждался? Это да. При смерти? Конечно. Конечно. И сейчас преображение. Отец говорит, это ты мой возлюбленный. На нем мое благоволение. По моей воле он родился. Он выполнил. Он на вырв послушанию до смерти креста. Я его посылаю, а он умрет. Отец мой, зачем ты оставил меня? Потому что все грехи мира были на нем. Но на нем благоволение Божие. Бог отец от него не отступил. Вот что заключено сегодня здесь. Приближалось время исшествия Христа из этой жизни. И снова авторитет Христа отец устанавливает. И Христос им запретил что? Говорить о видении. И запретил говорить что видели, а не то, что слышали-то. А получилось наоборот. О видении говорят, о словах Христа они все вывернут. Начинаешь с оборитетов и не злопоустники и вакт об этом не говорят. Я смотрю себе Григорий, Богослов Григорий Ницкий. И ни один святой отец про это не говорит. Ни Антоний, ни Макарий. Почему все монаши были? Монаши все это заглушило. А видение засиделись там, ну такие кучи-то построили. построили крепкие кучи с каменными стенами, с бойницами. Его штурмуют поляки, не могут взять Сергий Лавру сколько времени. Больше года штурмуют там свой Печерский монастырь, войска Ивана Грозного не могут взять. Это не просто так. Это огромное сооружение, целое комплексы. Его слушайте. Да если бы 57 тысяч монастырей в Старской России, до 1250 если сказать было храмов и 1250 монастырей. Да ведь там сколько же всего было? Сколько всего понастроено? Сколько художников жизни отдали строя это? Самый главный орган, который должен поразить у человека это язык. Язык. И ты мысленно воображай о том, что говорится. А язык говорит слова, которые ты уже должен ушами. Уши для тебя самое главное. Ты же молчишь в храме? Жены ваши да молчат? Поэтому уши слушайте. Почему Христос постоянно говорил кто имеет уши слышать да слышит? Это сакральная фраза. И никто не подошел к Господе а что означает уши у меня? Ни один не спрашивает. Как раз этот вопрос и надо было задать после слова Христа Господи а у меня уши есть. есть они у меня там духовные. Давыд говорит однажды сказал Бог и дважды слышал я это. Этими ушами услышать и надо у вас уметь. А то имеют глаза, не верят, имеют уши, но не слышат. Как же русские люди ради не слышали? Слышали. И написано стали лить колокола. Я говорю а когда колокола пришли? Я сейчас так и сидел литературой занимался ну и считаю что 4 века там с одного епископа компания компания называлась не колоколами а билы были разные в них надо было бить и начали как так пришли монахи с Византии сразу начали колоколами устанавливаться и без колокольного звона не рождались не умирали ни праздников не было везде колокола если столько тысяч храмов то в каждом храме ни один колокол был даже в Варнауле сейчас в каждом храме большой колокол и маленький колокол это сейчас разные способы формовки делать а так далее и так было а как они делали? сначала форму сделать глина крахмал еще одно составляющее было спрашивать а что вы добавляете? и благодать вот куда благодать поменялись глина крахмал и благодать потом обручали стягивали и начинали лить колокола вот так колокол стоит а до царя колокола еще было таких три вот идут большие вагоны пульманы это 60 тонн колокол весит 200 с лишним тонн это три вагона его начинают поднимать но не знают по какой причине копеечная свечка загорелась не так не так на одной свещанке и загорелись леса стали слушать говорят упал а другие говорят воду лили от перепада температуры ну небольшой осколок от колокола 11,5 тонн на вашу машину это 11,5 тонн даже не погрузишь это осколок а для чего этот колокол нужен? людей призывать и когда и когда этот колокол рядом стояли на страже 400 пожарных на случай пожарных чтобы покушить ну вообрази где вернище 400 по форме одеты пожарные стоят а когда-то на лошадях это не просто пожарные а с бочками бочка и лошадь и на это пошли дальше вот колокол когда гонят внутри там железка такая двигает и ей бьют качается это называется язык а это как шлем надетый на голову этот язык раскачивали 24 человека в одну сторону 12 и в другую да если бы 24 человека послать они бы языком говорили о славе Христа неужели меньше пользы было 24 человека вообрази и бошенящей не занимались а чтобы одинаково дернули должен быть лежит все еще полкой бахать давай мужики это все для славы божьей было по окружности колокол 19 метров это в одну сторону надо раскачать язык а этот язык который бьет 4 тонны этот язык это железка которая ударит и обратно пойдет 4 тонны и перед всем миром идет похвальба а удар какой уши затыкают а как ударит как гром да у бога сколько раз за лето был гром какие же колокола так аж присяги это всего напоминание об отпуске проповеди да можно было 2000 тонн сделать колокол а проповеди нет а язык то он весит граммы а он говорит о христе вот что непогима было преобразить делает колокол первое заливает дни почти 200 тонн и она вся уходит в землю ведя нигде нету второй начинает отец умирает передает сыну речь шла о годах подготавливая на холод или изображение будет царя потом шлифовать его два года день и ночь трудиться чего только не придумают люди чтобы только не проповедовать послание же к риме на 12.2 написано не сообразуйтесь веком сим но преобразуйтесь преображением обновлением ума ума вашего чтобы вам познавать что есть воля божия как будто об этом никто никогда в России не молился господи да преобразуйте наш путь да не в колоколе дело колокол только лишь призыв вот уру мусульман у них вонзии нагадом залезли на минаре в колокольме и он кричит читает там стихи и саран все понятно и где интересно в Греции захватывали византию вали разрешали молиться как хочешь а колокола запрещали мусульмане вводили запрет коммунисты ввели запрет и ничего не поняли как только советская власть отошла специальный завод лепестки какой опять век а что на тех заводах делали я опять начинаю искать литературу и нахожу лилии колокола и пушки больше завода еще не занимались из пушки убьем а колокол мы споем но ни то ни другое слава не приносилось преобразуйтесь ну но мы же серебро добавляем в пол а в пушке а в пушке цирк вот вся такая разница была один и тот же славильный аппарат один и те же люди знаменитые получали оклады царя а потом 24 человека были привязаны веревками и закачали этот язык это российская связь и вот теперь к этому осколку у Кремля подходят и смотрят а никто не узнает что это осколок и сам колокол сколько там по земле было отсюда а если бы преобразовали сейчас из всего этих храмов вы сказали об этом сказали не ходите не смотрите мы с новообразим большой самый колокол царь но если по земному апостол парал по небесному Христос да сделайте маленький колокольчик как в школе собирай если говорить так то колокола это проповедники ответьте таких проповедников пошлите по всему миру пусть их язык призывает на благовестие во втором коринфянам 3.10 Павел говорит мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу Господню преображаемся в тот же образ от славы славу как от Господня Духа значит вот где мы как в зеркале смотрим на Христа и отображаемся взирая на славу Господню а он показал якоже Можаку а что значит на сколько человек мог выдержать на славу а на слова Христа ничего якоже Можаку нету это только наведение а человек уперся в эту славу а дальше перевел на желудок спас мед янки сегодняшний праздник верить заключается в словах Христа и когда он оправдан имеет смысл его слушайте нам авторитет Христа не надо утверждать мы верим что Иисус Христос посланник Божий он истинный обещанный Богом мессия что Иисус Христос равен Отцу веруя во имя Бога Отца теперь Сына Божия Единородного От Отца Рожденного мы верим нам это не нужно преображение а он и говорит увидите Христа грядущего во славе только для утверждения авторитета Христа преображения но с авторитетом приходит авторитет на Своем Слово мы впрочем уверим Слово Божие вы хорошо делаете что к нему обращаетесь если вы дома не считаете Библию а телевизор смотрите нехорошо делаете вы писание маленько трансформируете посмотрите во что преобразится это мы преображаемся в тот же образ от славы славы от его славы его слава дается нам вчерашние какие мы были мы сегодня еще более делали себя жертвенными и будьте бродажными а то я слышу такое что вы умеете очень сильно просить что-то а как вы просите здоровый ты не здоровый ты человеку такие позорные слова мне пришлось выслушивать ты если к кому-то обращался тебе помогли ты до смерти будь благодарен а то человек после тебя сто раз будет делать недоброе дело пакости ты это все забудь а то доброе дело на первое место держи я в горах полз умирал от голода до полза первого сарая как сейчас помню и хозяйка несет помои лежу в помоях свиньи несет она что-то и кусочек плавает я протянул руку кусочек дай ему плавает она мне не давала я пополз в другом углу я не могу на ноги встать мы двое ползает и там нас накормили я тут же за столом уснул как бы мне пробраться туда прошло уже сорок тысяч лет как бы мне найти тех людей которые хлебом и кустом они дали я приобрел силу и я дошел до города ты помни все кто тебе слово Божие говорил как ты услышал особенно мы обязаны всем что у нас есть Иисусу Христу тем людям которые перевели нам на понятный наш язык тем которые проповедовали те которые заботились преподали крещение мы должны все состоять из одной благодарности тем более благодарность денег не стоит быть благодарным к филипийцам 3.21 который то есть Господь уничиженное тело наше когда мы воскресли преобразит так что оно будет сообразно славному телу его силою которой он действует и покоряет себе все когда святые отцы толкуют это место у них на первом месте стоит о о подумать страшно наше вот это тело гниющее болящее отсутствующие члены руки на день нет все будет по другому ты болеть не будешь все будет другое чистое святое наше тело преобразится сегодня оно не преображается вид может быть лица преображается как у Серафимова у Моисея но это Бог иногда дает допускает такое чудо чтобы подвести славу своей и видеть на земле премудрость Соломона 19.6 говорит так что преобразуется вся свадь снова свыше преобразовалась в своей природе подвинуясь особым повелением дабы сыны твои сохранились неведимыми иногда Бог как-то делает в природе все будет выглядеть по другому это было происходящее из Египта вся свадь преображается огонь не жжок притом огонь был в воде вода не заливала огонь вокруг и везде падает мертвое у Израиля ни одного раннего нет преобразуется сама природа небо чистое падает в камни люди бегут через лес обычно партизан в лес спасатели вдруг дерево на дерево падает всех подавило больше чем убили оружием сама природа преобразуется на помощь верующим с нами такого может быть и нет а ты благодари Бога как Бог все делает заодно покушание скотине только нам никогда не отблагодарить Бога но обрады что скотина это сделалось бы зверской а скот и дверь это разное дверь это дикая скотина домашняя ведь одна корова могла тебя порешить прободало бы все любой кот быстро развернулся ударил копытом и от головы ничего не останется собака какая-то своя может истерзать и съесть а Бог так сделал природа преобразуется и худшее и лучшее то есть признаки преображения мы видим живого Марка 16-12 после всего явился Христос в ином образе двух из них по дороге преображение заключается даже во внешнем виде и у Иисуса Христа и они его не узнали а нам Господь явился в том виде в котором мы узнали в уничиженном его в таком виде многие не принимают он себя не мог спасти какой-то плотник кого вы верите вот под этим образом скрыт наш Господь был и сегодняшний день он напоминает нам что вот этот праздник преображения он должен войти внутрь нас мы духовно умом делами руками ушами глазами всем должны преобразиться тело остается тоже конечно у верующего тела если возьмут на анализы у неверующего оно ничем не отличается но иногда отличается что в нем алкоголя нет повторяю чтобы никакого пива ничего у верующего не появлялось никакой брашки не грамма не приведи Бог умереть хотя бы с малым опьянением ты вас пойдешь как я и тогда мы скажем это здесь напоминание о преображении правильно установили для Переможия только неправильно указали на основу его часть и вот слушайте что он нам говорит а он говорит так я этим пасты а вы опты и опты мои слушайся голоса моего аминь не забывай не забывай